Вот друг нашего пациента, он не подвержен будет заболеванию, несмотря на то, что если даже у ребенка есть вши, у него короткие волосы. Вши на коротких волосах не живет. Ну, можно, да, говорить все. Ром, только к тебе просьба, реквизит не трогать. А можешь посидеть 2 секунды спокойно? Можешь? Или придется от тебя. Не можешь? Тогда сейчас мы тебя отстраним от съемки. Да? Тогда мы будем с тобой ругаться. Будем говорить, ай-яй-яй! Все, работаем. Да? Да, 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 пойдем. Вот на приеме у меня два мальчика, два друга. Вот один мальчик заражен вшами, а другой мальчик не заражен. И к нему, в общем-то, вероятность попадания в шеи минимальна, потому что он носит прическу с очень маленькими волосами. Вот один из способов как раз лечения, о котором мы говорили, это постричь ребенка на лосо. Но здесь не на лосо, но здесь короткие волосы. Но опять-таки, вот ему нравится такая прическа, а многим не понравится. Особенно, если это будет просто лысая голова. Ну, что мы дальше делаем? И обрабатываем, показываем, как работать. Имитируем. Просто, да? Обрабатываем. От самого платона кончика. Ничего не говорят, только обрабатываем. Нет, говорим прямо с самого, кто-то же дубль. А, то есть, все то же самое, да? Да, да, все то же самое. Хорошо. Пожалуйста, можете на связи с мальчика, и тогда переключайте сразу. С этого мальчика начнем? А, то есть, повторяем все-все снова? Просто повторяем. Хорошо, хорошо. И сидит он ровно, прямо без остановки, про него сказали сразу. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот у меня на приеме два мальчика. Один заражен вшами, и его друг не заражен. И он маловероятно, что он получит шу, даже тесно общаясь с этим мальчиком, потому что вша не удержится на таких коротеньких волосах. Да, поэтому вот одним из способов борьбы со вшами раньше было бритье головы на лосо. Да, но вот этому мальчику нравится такая прическа, кому-то другому не понравится, особенно девочкам. И особенно не понравится, если голова будет совсем лысая. Да, вот чтобы избежать всего этого, мы не будем стричь этого замечательного мальчика на лосо, а мы обработаем его паранитом. Значит, мы берем препарат, да, и распыляем препарат на всей поверхности головы, вы тщательно-тщательно, прядь за прядью, чтобы у нас не... Особенно за ушами и затылочную область, где наиболее часто обитают... Мы оставляем ребенка на 15 минут, и через 15 минут мы берем гребешочек. Гребешок этот очень знаком нашим бабушкам и дедушкам. Раньше они основным методом как раз вычесывания в шее были такие гребешки. И хочу ваше внимание обратить на то, что зубчики у гребешка очень редкие, да, то есть мы не пропустим ни одну гниду, ни одну личинку, ни одну вшу погибшую. И краешек, кончики этого гребешка, они закругленные, чтобы не травмировать кожу ребенка. Через 15 минут мы начинаем вычесывать гребешком гниды и личинки, начиная от корней волос до кончиков, тщательно, не пропуская ни одной пряди. Не пропуская, особенно тщательно в области заушной и затылочной области. Если перед нами девочка, у которой очень большие волосы, то мы берем каждую прядь и аккуратно вычесываем. Ну, здесь трудно создать прядь 5, потому что волосы, в общем-то, не такие длинные. Но вот, например, так. Взяли прядь, и от корней волос, кончиком волос, будем каждую прядь обрабатывать и вычесывать. И тогда мы с вами не пропустим ни одной погибшей личинки гниды и полувозрелой особи. Ну, хотелось бы сказать о преимуществах этого препарата еще. Вы посмотрите, вот такого маленького флакончика хватит на всю семью, потому что спрей очень экономичен в обработке. Его хватает на 8-10 обработок в зависимости от длинный волос. Да, ну, дети, они, естественно, играют и молодцы. Они жизнерадостные и веселые, как и должно быть. И, в общем-то, этот препарат... Вы купили один флакончик? Ведь если болен ребенок, то, как правило, инфицируются и родители. И вам хватит для того, чтобы обработать всю семью. Если волосы короткие, нам хватает одной обработки. Если волосы длинные, то понадобится, может быть, через 8-10 дней еще раз обработать ребенка. Но еще раз хочу вам подчеркнуть, что это не химическое средство. Оно очень легко в обработке ребенка. Оно приносит только положительный эффект. Волосы становятся, посмотрите, они эластичные, они гладкие, они, в общем-то, не нарушается их структура. И более того, анисовые масла и кокосовые, и ланг-алунг, успокаивают кожу и увлажняют ее. И увлажняют руки того человека, который проводит обработку. И не нужно вам одевать перчатки, когда вы обрабатываете своего собственного ребенка. Потому что химического воздействия на ваши руки не бывает. Ну что ж, заболеть педикулезом не стыдно. Стыдно лечиться народными средствами, живя в 21 веке, когда прогрессивное человечество изобрело такие уникальные препараты, о которых мы с вами говорили сегодня. И напоследок еще несколько важных советов, чего нельзя делать, чтобы не заболеть педикулезом. Нельзя носить чужие шапки и ободки всякие, и одежду чужую, в том числе всякие шапки меховые. Не надо носить ободки, резинки, заколки и многое другое, что носим мы на голове. Молодцы, ребята, вы все правильно сказали. Так что будьте здоровы и начинайте воспитывать свой дух прямо сейчас.